Сегодня у нас в гостях математик, доктор физик математических наук, ректор университета Дмитрия Пожарского, Алексей Владимирович Саватий. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое, что вы пришли. Сегодня мы говорим о математике, о ее роли в школе, в ВУЗе, о ее роли в жизни и в мире. Правильно? Да. Ну, позвольте для начала пару вопросов о вас. Да. Правильно ли я, во-первых, вас представил? Да, совершенно верно. Еще профессор МФТИ и ведущий научный сотрудник некоторых ВУЗов. Я почему решил уточнить, потому что я когда смотрел интернет по топовым запросам, мне выдалось, что вы еще доктор экономических наук. Это правда? Это неправда просто. Это просто ложный панк. И это связано с тем, что кандидат экономических наук почти никогда не становится доктором физмат-наук. Обратно это происходит очень часто. То есть кандидат физмат-наук становится доктором экономических наук, это просто сплошь и рядом. А вот переход в эту сторону почти невозможен. Потому что в научной науке гораздо проще математическое. Информация, она как-то была связана с вами. Ну, просто люди видели, что я защитил докторскую и все. И автоматически решили, что экономических, раз кандидат экономических был, как я могу физмат-существить. Так что это все нормально. Автоматически во многих местах, я говорю там доктор, но они начинают лезть там, видно, что кандидат экономических наук, это 2003 год, да, в интернете. Ну, вот так как я говорил, что я доктор, ну, соответственно, они и пишут, доктор физмат-наук. То есть это просто ошибка. То есть это просто ошибка. Доктор физмат-наук. Да. Я, так сказать, пошел в сторону, так сказать, экономики и математики. Но коснуться экономики мы можем. Можем, можем немножко. Хотя, конечно, если честно, моя диссертация по экономике, она тоже, она по моделям. Поэтому там математики очень много, да. Математики много, а кроме математики почти ничего нет. Это очень хорошо, на самом деле. Потому что уже у нас разговор не ограничивается. Можно про экономику, можно про математику. Ну, про экономику я то, что знаю, то скажу, а что не знаю, врать не буду. Тогда верно ли то, что вы сначала защищали кандидатскую диссертацию на те модели у вас? Да, да, да. И по экономической модели. А потом через десять лет вы уже стали заниматься вплотную теориями игр? Нет, я всегда занимался теорией игр. В смысле науки всегда. Но защитили диссертацию? Защитил просто в разных областях. На самом деле они диссертации по одной и той же специальности. Называется экономика и математические методы. 0,8, 0,13. В этой специальности есть два направления. Направление экономика и направление физмат. То есть внутри одной специальности. Это такая кроссплатформенная специальность. В общем-то я занимался примерно одной тематикой. Теоретической моделирование в экономике. Но один раз ее сочли за экономической, а другой раз скорее за физмат. Если на примере вашем, допустим, школа, вуз, жизнь. У вас очень показательный пример, успешный достаточно. 57-я школа, Мехмат МГУ, Российская экономическая школа. Это стандартный путь для очень многих людей. Как вообще складывался интерес? Что вас привело? Как вы стали математикой? Ну математикой я стал по наследству. У меня в математике мама, папа, были дедушка по маминой линии. По папиной линии были учителя в школе, тоже имели отношение к математике. Прадедушка, математик. Прадедушка и дедушка были математике в военном училии, преподавали в военной академии. И даже на самом деле дедушка написал книгу, который довольно долго учились в военных академиях. Совсем недавно стали учиться по другим книгам. Дедушка умер довольно давно, в 56-м году. Он в 900-го года. И по его книге учились в военных академиях СССР. Но у него другая фамилия. У него фамилия Лурье. Его, в принципе, многие знают. У вас династика. Да, и соответственно, я математик по обоим направлениям в наследство. Но при этом родители никогда мне не говорили, ты станешь математиком. Такого не было. Они сказали, ты станешь тем, кем ты хочешь стать. Например, ты можешь стать музыкантом. Я играл на аккордеоне в детстве очень много. И интенсивно я играл на аккордеоне. И я там импровизировал на аккордеоне. В общем, это могло сложиться в совершенно другую карьеру. И вообще в другую жизнь. Но я понял в какой-то момент, что аккордеон и вообще музыка требуют муштры. Нужно очень много вот одно и то же играть. Кстати, музыки много от математики есть. Там же столько поставива. Музыки много от математики, да. Ну там простая математика. Ну да, там, понятно, да. Делимость по модулю двенадцати. Делимость, да. Но дело не в том. Дело в том, что музыка требует многократного повторения одних и тех же пьес. А математика это ну чистое творчество. Там ну как бы повторение. Ну в школе, да, люди там людям какие-то формулы дают. Они их заучивают и много раз повторяют, да. Но на самом деле никакая не математика. Математика это творческий полет мыслей. Это повторение математики минимально. Абсолютно минимально. Для технарской части математики там да, там как бы полагается муштра, чтобы на автомате брать какие-то интегралы, чтобы это отскативало, да. Вот от руки отскативало сразу. Но в творческой, теоретической математике это все не нужно. Это чистое искусство. Поэтому я оставил музыку и сказал, мама, мне математика просто дается, а музыка мне уже надоело одно и тоже играть по сто раз. И... Ну, более глубокую... Ну и немножко из-за того, что ну как бы по наследству понятно, что там все проще давалось, ну и по меддому наименьшее сопротивление пошел. Ну, правда, в результате направления в специальную школу, где нагрузка интеллектуальная была запретенной. А 57-я школа, давайте... В общем, это... Это лучшая школа Москвы. На тот момент практически единственная школа Москвы. То есть... Сейчас она есть? Ну да. Она сейчас есть. Ну, после Скоргала годичной давности непонятно, что происходит. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Но это была школа с углубленным? Это... В периоды 80-х годов абсолютно первая школа по математике в Москве. Ну и одна из двух-трех в России. А вы сами нашли и вам подсказывали? Нет, конечно, родственники, знакомые подсказали. Ну, то есть, как мне... В пятом классе учительница математики сказала моим родителям. Ему здесь нечего делать. Вообще. Ищите мат-школу. А... Это вы так умные были? Ну, в принципе, таких умных... Прут в груди, в общем-то, прут в груди. Ну, я был в обычной школе, да. Конечно, у меня немножко было скучно. То есть я через две минуты, что происходит на уроке, понимал. Дальше начинал хулиганить. Ну вот. И, как бы, чтобы это прекратить, меня, значит, начали... Меня начали намекать, что подайте мат-школу. Ну, я пошел на кружок. Да. И знакомые у мамы... Семья Леонтовича, очень известных физиков, академик. Ну, вот. И они сказали, ну, в 57-ю, Верочка, надо в 57-ю отдавать. Ну, и я пошел на кружок в 57-ю школу. Я там был в 6-м, 7-м классе на кружке с 85-го по 87-м год. Так себе решал. Не то чтобы там... Я сразу понял, что тогда совсем другие ребята ходят. Там уже... То есть ты уже тогда почувствовал эффект, что когда... Разница большая. Когда люди примерно все более высокого уровня, то там уже перераспределяется по-другому. Да, все серьезно было. Но, тем не менее, я рискнул поступать. Прошел конкурс, 8,5 человек на место было у нас примерно. Вот. Прошел его. И попал в класс. Вот. В класс 8-й В. Хорошо. В школу 57. Вы доучились? А дальше была жесть. А дальше была жесть просто. То есть это было по-настоящему. А когда что-то вопрос о поступлении в ВУЗ? Тоже как-то он... Немножко я подумал про физтех. Но физтех находится за пределами УКАД. За пределами Москвы. Да. Нужно ездить на электричке далеко. Или на автобусе. На электричке. Ну, на автобусе. Ну, в то время, наверное, можно было и на автобусе. Сейчас пробки. Сейчас лучше на электричке. Я был один раз там на автобусе. Я ездил. Когда я обновлялся тут себе. Угу. Ну, вот я на физтехе пару раз был на разных алимпиадах. Мне показалось, что я не вынесу каждый день ездить туда. А с общежитием вопрос был спорный. То есть непонятно. Кто-то из москвичей получал, кто-то не получал. Но, скорее, нет. Кроме того, я как-то, ну, до того времени еще не был готовить. Один от родителей. До точки, откуда электричка, еще прибираться надо? Ну, да. Я в метроградке вырос. У меня родители до сих пор на кругах. Северо-востов, Москва, в лесу, в Осинном острове. И вы поступили туда? Нет. Я не стал поступать туда. Мы не стали? Потому что я решил, что я это не вынесу. Такой езды. Понятно. И пошел на мехмат, который был по прямой линии метро. Как раз в девяностом году открыли станцию метро улицы Побельского. А, это было просто... Просто до вас образование начало. Это было счастье просто. Крыл в метро. Ну и все. Я пошел в МГУ. Я пошел на мехмат. Причем, Настя, ну там еще долгая история. Я пошел вначале на механику. Не знаю почему. Как-то так получилось, что пошел на механику. И потом переводился на математику. Ну и в ВУЗе как вам доволось? Вам было проще, чем в такой школе? Да, конечно. На механике было совсем все просто. Но когда я перевелся на математику, все как бы там уже... То есть можно сказать, что вы на первых курсах уже практически были совсем знакомы? На первом курсе да, практически да. На втором уже нет. И в общем, где-то к третьему курсу я понял, что на самом деле если я в таком, хотя бы на уменьшении буду жить, я просто вылечу с ним платы на самом деле. То есть пришлось как-то так сказать, все, стоп, хватит без денег, пора учиться. Но это вот было где-то на третьем курсе. А если сейчас сравнить люди, как выступают, они примерно перед таким же выбором стоят? Сейчас появился матфак высшей школы экономики. Но сейчас экономические условия? Нет, 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 дело не в экономических условиях. Матфак высшей школы экономики – это место, где собраны ведущие мировые ученые. Я не веду для студентов. Давайте по математике, а не по экономике. Я имею в виду для студентов экономические условия. А, экономические условия? А, я не знаю. Честно говоря, трудно сказать, что тяжелее или легче стало жить. Я не могу это ценить. Потому что все способные получали стипендии тогда и получали стипендии сейчас. Ну, только повышенную. Да нет, человек сейчас не пропадет никуда. Если у человека есть способность к математике, он точно не пропадет. Это один из национальных проектов в стране. То есть сейчас есть дополнительное место, где учат гораздо лучше, чем на математике. Ну и физтех. На физтехе появились математические отсеки, которых никогда не было. Таких совсем чистых. ФИФТ. Школа прикладной математики. Школа прикладной математики, которая сейчас на физтехе есть, это такой серьезный конкурент всем остальным главным местам по математике. Сейчас вообще раздолье, сейчас большой выбор. Еще в Питер можно ехать, там спецгруппы тоже есть. А дальше что было? А дальше я закончил МИХМАТ в 1995 году. Ну, честно скажу, что в силу, там, разгребляйства или того, что я не дотягивал, я не допрыгнул до уровня переднего края математики. А что значит передний край? Ну, как бы, чтобы заниматься наукой, математикой на профессиональном уровне, нужно изучить дополнительного материала, плюс к МИХМАТу еще такой же МИХМАТ примерно. Но вы при этом видите какой-то фронт. Ну и дальше ты начинаешь разговаривать на одном языке с ведущими математиками мира, ты можешь эти проблемы брать, нерешенные там, задачи настоящие братья и решать. То есть, как бы, вот этот локомотив, да, математики, самый передовой край математики требует огромного образования, гигантского. И ширины. И ширины, и глубины, и, как бы, нужно же мне в этом жить много-много лет подряд. И, в общем, не сильно отвлекаясь на другое. Я так не мог, я постоянно куда-то ездил, какие-то путешествия совершал, я там автостопом катался постоянно. Мне неинтересно вот этот момент было. И мне кажется, что если бы сейчас меня перенести туда, я бы стал математиком. Но сейчас мне гораздо, как бы, я гораздо более... Вы им стали вполне определенно. Ну, это, так сказать, внутри этой тусовки, по Гагбурдскому счету, все все знают. Настоящей математикой я не стал. Математические стекловки это прекрасно понимают. Но, как бы, я стал популяризатором математики, который знаком с первыми двумя курсами. Вот, например, тема, которая... А докторская, вы ее все защищаете сейчас. Я сам теоретик по образованию. Но у нее вникнут, что для того, чтобы обстоятельно поговорить, например, вот у меня голова треснет. То, что вы прошли... Нет, ну, эту религию можно за полгода изучить очень серьезно. За год вообще круто. А центральная математика, которая... Ну, там, алгебрическая диаметра, алгебрическая топология, такие разделы. Там, ну, либо много лет, либо особая гениальность. То есть это, как бы, это очень далеко. Ну, 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 извне, конечно, это не видно. Извне ты не отличишь обычный мотан от этих высоких материй. То есть человек внутри все знает, где его место. Прекрасно понимает. Но извне это видно не так. Извне как бы все они где-то небожители какие-то. И никто не может изучить. И поэтому я приезжаю, когда-нибудь выступаю с популярной лекцией по материалам примерно второго курса, да? Ну, я умею их залагать так, чтобы было понятно, интересно, да? Я, кстати, хотел высказать вам огромное восхищение, тем, что вы умудрялись... Ну, это популяризация, это популяризация. То есть это как бы, это как лорд Уолдрон. Вот я все время привожу пример. Был профессор Челленджер и лорд Уолдрон. На самом деле, математик это тот, или вообще человек, который занимается наукой, тот, кто умеет сказать так, чтобы понимали, не как все сложно, а все понимали, как все просто. Это именно так, как выглядит. Это на математике. Да, это взгляд людей многих. Но, если честно, на самом деле, математик это тот, кто занимается передовыми проблемами. И он обычно обычно не занимается. Не обязательно заниматься, но излагать мысли... Ну, довольно сложно одновременно быть математиком и популяризатором. Это почти никогда не встречается. Если, например, человек пишет статью, в которую не может разобраться даже профессионал, но это все-таки, это, конечно, математик, но... Математик. Но, на мой взгляд, лучше писать тоже так, чтобы было интересно и понятно. Ну, вот это как бы, тут есть проблема, тут есть. Я просто сразу... Как много выбора. Как бы есть проблема выбора, да. Либо ты становишься на переднем краю и двигаешь науку, в том числе твоими достижениями, ты и Родину можешь там прославить, да, и что угодно. Но ты не занимаешься популяризацией. Либо ты берешься за популяризацию, как я, тогда ты переднем крае не увидишь, как своих ушей. А в детстве вы ставили... А я не знаю. Хотелось великим стать и что-то такое. Ни то, ни другое. Я не знаю, ничего не хотел в детстве. Я просто хотел кататься, там, на Севере побывать, мечтал на Тайну и побывать. Просто интересно. Ну, просто у меня, да, у меня география была. География была. До сих пор, на самом деле, у меня семь или восемь путешествий не реализованы. Дети начали рождаться и все. Вы ставите точки на карту. Да, да, да. Я уже, как бы, у меня сейчас четверо детей несовершеннолетних. И я сейчас не могу путешествовать. Это будет, ну, как бы, это будет... Ну, они не поймут, ну, куда папа уехал, да? Надолго. А вот, когда я выйду на пенсию, я хочу эти путешествия совершить. У меня, как бы, есть это вот, что я еще не видел Чукотку, я не видел Камчатки. Я не видел Восточной Якутии. Вообще, Якутия, по границе где-то мы были, недалеко от границы. Фактически не были. Ну, на Таймыве был, да. В остальных местах России, в общем, я был. Но это еще не все. То есть, я вот, как бы, я еще не в силу даже родную сторону знаю. Я-то полный противоположный, я вообще домосед, но это люди все разные. Нет, я очень люблю ездить. Последние четыре года я вообще не выезжаю за пределы России. Ну, давайте я уточню. Я не выезжаю за пределы тех территорий, которые я для себя считаю Россией. Ну, в Казахстане, например, я был. На Донбассе был. В Винске. Ну, для меня, как бы, условно, это Россия. Мне не важно найти границы формальные. Где говорят по-русски, где, так сказать, берешь обычный паспорт. С ним едешь, там, Россия. Вот. Но вот дальше эту территорию я не езжу просто потому, что у меня не загон паспорта. Что-то Вы хотели важнее сказать? Математику. Да, о ролике. О ролике. Главная роль математики – это структурирование мышления. Самое главное. Это еще Ломоносов знал. А сказали нет? Нет, Ломоносов. Он сказал, математику уже затем учить стоит, что она ум в порядок требует. Ага. Это Ломоносовское высказывание. И все. Это самое главное. Все остальное второстепенно. Летают самолеты, запущены ракеты в космос. Это все математика. Но это второстепенно. Первое – это структурирование мышления. Это мое мнение. С ним физики поспорят обязательно. Там во всем есть математика. Я не согласен, что это только математика. Конечно. Ну, в запуске ракеты есть… Это задача запусков. Это гениально. Нет, не только. Это еще Королев, который сумел собрать коллектив, который мы сделали. Это психология. Это лидерские качества. Это очень много всего. Но понятно, что математика лежит в ядре всего технического обоснования. То есть математика позволяет всем этим невероятным вещам летать. Самолетам, кораблям, этим космическим. И математика там позволяет, например, функционировать программам поиска в интернете. Ну, тому, что мы сейчас можем пощупать. Вот каждый из нас. Все вокруг нас – это математика. Всякие умные там системы, умные дома какие-нибудь. Все. Математика сейчас пропитывает все. Но самое главное – это не это. Самое главное, что она устраивает друг в порядок. Это мое мнение. Я поэтому считаю всегда, что прикладная математика абсолютно вторична к теоретической. И школьную программу я бы переписывал так, как она была в гимназиях сто лет слишком назад в Российской империи. То есть гимназическая математика, она не фокусировалась на прикладной составляющей. Она фокусировалась на основных достижениях интеллектуальных человечества математических. И, безусловно, я бы это вернул. Но сейчас, конечно, это вернуть нельзя. Потому что по многим причинам. Если хотите, мы их обсудим. Нормальное обучение математики связано обязательно с принуждением. Непринерно. С принуждением к учебе. К чему? К учебе. Да. То есть можно играть и изучить все другие дисциплины, но математику и физику, которые с ней наткнутся… Нет порядка. К учебе? Возможно. Нужно заставить людей совершать интеллектуальные усилия. Нужно, чтобы человек понял. Вот он должен сесть, посмотреть на доску. Там профессор, ну профессор, учитель. Учитель доказывает какую-нибудь теорему. А это абсолютно необходимо. Без доказательств математики вообще нет. Вот это то, что такое. Сегодня там берут формулу, говорят, вот эта формула верна, сейчас мы будем ее заучивать и использовать. Это вообще бред. Это не математика, это ни о чем просто. И настоящая математика – это чтобы ученик мог понять доказательства и его воспроизвести. Придумать свое доказательство – это высший пилотаж и требовать это от всех учеников, конечно, невозможно. Это великолепно. Это уже люди очень способные. Но понять чужое доказательство и его воспроизвести – это некий минимум, который от лицеистов, от гимназистов требовался. Сейчас это совершенно абсурдно. Сейчас даже на мехмате, в общем, далеко не все могут реально воспроизвести доказательства. Большинство пытается их заучивать. Почему это происходит? Потому что, чтобы разобраться, понять доказательства, глагическое рассуждение, связанное провести, нужно сосредоточенно вдумываться в один и тот же вопрос, ну, минимум, 10 минут, может быть, 20. Но это зависит от доказательства. Сегодняшнее сознание школьников клиповое. И оно воспитано так, как клиповое. Потому что у них все эти приборы… Мы тоже так становимся. Мы постепенно тоже становимся. Ну, как бы, мы можем это контролировать, а вот школьники вообще не могут это контролировать. Фокус внимания по времени расплывает очень быстро. Все, две минуты и внимания нет. Поэтому без шансов. Гимназическое образование без шансов. Это вы поэтому говорили тогда, когда я был на вашем вечере, что детей нужно развлекать все время. Ну, вот, получается, что сегодня нужно развлекать. Да, но при этом, как бы, вот ты их развлекаешь, ты их говоришь… Ну, это, на ваш взгляд, не очень правильно. Ну, как бы, скажем так, можно развлекать детей, чтобы они согласились на тебя потратить свое время, которое они иначе… Заблечь. А после этого ты говоришь, а теперь дети, внимание, оставьте все. Сейчас 10 минут, я вас буду заставлять, вам будет больно. Ваша голова будет трещать. Ну, то есть тренировка. И вы будете тренироваться, да. Вы иногда на этих тренажерах, да? Это тоже не очень приятно делать, но нужно, да, для мышц. Вот сейчас то же самое будет происходить с вашими мозгами. И если ты их завлек, то дети готовы. Они кидают прочь свои дети. Приборы все оставляют и они слушают. Ну, вот это, как бы, вот это хорошее состояние. Если ты класс довел до этого, то все, класс твой. Это вот то, что надо. Это настоящая атмосфера, так сказать, вот семинар, как такового проникновения. Вот учитель передает что-то ученику. Это образовательный аспект. А можно я еще в другой уклон сделаю в сторону? Если мы коснемся производственного или прикладного аспекта. Вот как правильно ставить разговор и ставить задачу взрослым рабочим математикам? Вот как бы вы сказали, вот нужно им давать строго формальные условия задачи? А так не ставится вопрос. Или им нужно разъяснять какой-то физический смысл вообще, и чтобы они сами формулили. Вот кому должна-то произносить задача? В взрослой рабочей математики, люди, у которых нету, ну, как бы, вот, над ними нет никакого начальства, которое эти вопросы ставит. Вот это надо просто понять. Вот есть, как бы, Заказ государства, да, на что? Заказ государства. Государство может сказать, я хочу выбрать исполнителя для следующего заказа. Да, да, например. И дает заказ. Это прикладная математика. Такое бывает условно и часто случается. Люди ходят и говорят, где бы мне взять еще государственный заказ и грант вместе с ним. У нас, к сожалению, так все взаимосвязано, что именно только такие математики уже проживают. Нет, нет. Самые большие гранты, самое большое финансирование получают математики, которые действуют без всякого заказа, да, которые на мировом уровне, да. И это надо хорошо понимать. Здесь есть очень большая доля мистического состава, вот какого-то чего-то мистики. Так как никто не понимает языка, на котором они говорят, они себе ставят задачи, да. И это, как многие даже... Вот это мой вопрос как раз, да. Да, многие люди думают, что они там, какой-то язык вот этот, что человек думает, наверное, я не такой же, тоже такой же умный, просто, ну там, они на своем языке тарабарят, а я буду на своем. Это бред. Есть один выверенный математический язык. И те, кто туда попали, те умнее всех остальных. Точка. Но людям это трудно для себя принять. То есть, если я хочу поставить или попросить решить какую-то задачу математикам, мне нужно подвести его к тому, чтобы он сам захотел ее сформулировать. Нет, просто вы должны тоже стать работающим математиком и указать, что эта проблема связана с вот такими, и поэтому интересно. Но извне никакой чиновник поставить им задачи не может. Не может. Просто в силу недостаточности компетенции. Ну конечно, конечно, он просто не болит. А если он когда-то был математиком? Нет, это надо быть в тонусе все время. Вы это не верите, да? Нет, есть чиновники, они были математиками, но они, честно говоря, вот сейчас я не знаю. А, нет, ну вот, вектор МГУ. Вектор МГУ? Да. Он же математик? Да, но он... Такие люди могут стать? Конечно нет. Давным-давно вне всякой теме и всякого контекста. То есть это уже... Что вы? И, во-первых, ну... Уже возраст не позволяет. Человек такого возраста в принципе не может быть математиком вообще. Это вот такая как бы... Ну, он не берет обязательно сейчас, но может быть в какую-то там... Нет, нет, никогда. Он всегда был функционером, никогда он математикой нормальной не занимался. А вот это вы его на счете очень хорошо знаете. Ну, как хорошо знаю? Я просто... В принципе, это никого математическое образование. Нет, ну, ну... Знаете... То есть для вас такие задачи будут неинтересны, как для математики? Если поставить... А он его не будет оставить. Совершенно другой другим занимается. Он там... Ну, ладно. Держит университет свои лапы большие. То есть математику может... Задачу математики может формулировать только математик? Ну, они сами внутри семинаров. Идет семинар, там, какие-то задачи формулируются. Они становятся известными на весь мир. Получается тогда парадок, что большинство прикладных задач, если так рассуждать, они, получается, не разрешены. Так что... Ну, их просто никто не будет решать. Ну, как бы... Такая сама математика мне станет интересно. Не, ну, можно государство сказать. Ребята, хорошо. Вот вам задача прикладная, а вот вам миллион. Кто возьмется, получит миллион. Кто решит. Пожалуйста. Я думаю, что сбегутся люди. Ну, просто как бы надо понимать, что это лишь часть процесса. Большая часть процесса другая. Приходит чиновник и говорит, так, где у вас там мировой уровень? А, теоретическая математика, вот здесь. Ну, ладно, в этом я во всем не разбираюсь. Но если уровень мировой, то вот вам деньги. Продолжайте. То есть происходит вот так. Заказы – это часть творительства процесса. А большая часть – это вот это, так сказать, поддержание России среди нескольких стран, которые держат мировой уровень комиссии. Происходит так. А, в принципе, по-другому может происходить? Нет. Было, есть и будет ровно так. И математика, как бы, она абсолютно неизменна. Она всю свою историю была именно такой. Небожители ставили себе проблемы, решали и, как бы, оставались небожители. Так, вы закончили институт, а как вы в директор зашли? Я закончил после Мехмати. Да, я остановился на Мехмате, да? Я его закончил, понял, что поезд, уходящий вот этот математический, я уже не вернул. Что я сделал? Я смотрелся вокруг, увидел российскую экономическую школу. Новое какое-то место. Посмотрел отзывы, там, почитал. Ну, тогда интернет я еще не особо им владел, но я поговорил с людьми. Люди мне сказали, что там круто, весело и очень живо. Я подал туда документы. Моей математики вполне хватило, чтобы туда прекрасно поступить, там, 10 из 10. И даже мой очень плохой английский не помешал мне поступить. После чего там началась очень веселая жизнь. За этим два года там приезжали иностранные профессора на Длине. Потом часть профессоров российская была. Ну, такая, как бы, очень такой компотик. Был компот вокруг экономики. То есть, а вы поступили дальше? В российскую экономическую школу. Нет, дальше учиться или работать? Учиться. Да, учиться. То есть, это после высшего? Да, второе высшее. А, это второе высшее. Понятно. Это было очень весело. Это были прекрасные два года в моей жизни. Как бы, к российской экономической школе, ну, там, про нее много разных ходит. Кто-то считает, что это, там, западный проект для чего-то, там, в России. Чтобы Россию переформатировать на, ну, как бы, на, вот, правильный западный дискурс. Да, чтобы она стала простой, понятной, Россия, да, для Запада. Чтобы она стала не такой, какой-то непонятной, не понятно, чего ждать. Ну, это и время такой. Да. Ну, может быть, это и было так, но нам там нравилось. То есть, мы учились, мы там, у нас были тусовки какие-то, мы походы ходили. То есть, это не было вот такой, знаете, как, вот, индоктринации из больших букв, когда прямо вот каждый день два или три, там, будешь то-то, то-то. Нормальные были, интересные курсы, мы прошли их. Я, там, получил это экономическое образование. И самое главное, что я познакомился с теорией игр. А вот это вот, то, что модель борьбы с коррупцией, это тоже чушь, или это важно? Теория игр, это да. А это к теории игр. Да, это теоретически игровая модель. То есть, можно вот эти вот человеческие отношения с помощью математики формализовать, получается? Да, и получается наука теории игр. Ну, надо понимать, что очень условно это, очень условно. Модель что-то, хотя бы что-то разумное отразит только, если она выверена в разговорах с содержательными учебными, с психологами. А, там, если речь идет о коррупции, в идеале… То есть, все-таки условия кто-то должен поставить. Да, кто-то должен. Это прикладная математика. Это не та решение. Конечно, прикладная. Это очень красивая наука, но она, конечно, не того востоку. То есть, задача борьбы с коррупцией решается математически? Ну, решается. Ставится математически. Ставится. Можно решить соответствующую математическую задачу и, может быть, в жизни что-то понять от этого. Но то, что является полным абсурдом и никогда не происходит, это что какую-то жизненную задачу из экономики берут и прямо до конца решают математически. То есть, она не переносится на жизненные ряды? Не переносится. До конца не переносится, а вообще, в принципе, переносится? Она переносится, она что-то описывает, какие-то эффекты. Она что-то описывает. Аукционочка. Теория аукционов, она очень пристает. Чтобы с ее помощью воспользоваться и какой-то результат спрогнозируем, она получит. И нет. Почти нет. Только в аукционах. В аукционах есть. Единственная область чистой теории. Потому что там более строгие правила. Вы сами эти правила делаете. Вы сто раз проводите эксперимент, как в физике. И можно поставить много экспериментов в теорию аукционов. Можно организовать аукционы по этим правилам много раз. И проверить. Аукционы в очень выгодном положении находятся. Это особая область теория. Спасибо. Все-таки пару слов интересных. Раз что заговорили. Я не успел прочитать просто про это дело. Какие там формулы-то? Там функциональный анализ. Функциональный анализ. Да. Там идея в чем? В том, что в аукционах предполагается неполная информация. То есть, человек не знает про то, с каким именно человеком он имеет дело. И ему нужно сразу рассматривать целое поле разных людей. И писать максимумы там усредненных величин. А поведение-то как? Ну, поведение, оно обычно как? Ну, прописывается цель. Да. Какие цели у человека? Какие цели? Мы можем выписать функцию его выигрыша? Ну, можем с точки зрения того, что мы точно не знаем его типа. Ну, хорошо. С точки зрения того, что коррупция все-таки исходит от определения денег. А, да. Значит, что такое коррупционер? В классической парадигме западной экономики. Западной. Это очень важное замечание. Коррупционер это такой же экономический агент, как и все остальные, который соотносит выгоды от коррупции с вероятностью быть пойманным и наказанным. Я построил соответствующую модель. Там мы с Виктором Мельевичем Полторовичем, с моим шефом. По сути, исполняли некий заказ, так или иначе поступивший с налоговых органов. Ну, там, через несколько ступеней поступивший. Что-то пытались применить? Да, пытались, да. Я в университете МВД выступал. Ой. С этим докладом. Но милиционеры сказали, что в России не так все осталось. А, мне плевать, это ничего не опасно. Я ни разу... Я просто, когда начинается... Всегда какие-то непредсказуемые вещи. Ну да, мне всегда говорят, что я, наверное, сказал опасную вещь, вот там и там опасная мысль. Ни разу у меня не было в России. Если кто-то возьмет на вооружение сразу, это же все строит. Ну, я не знаю. В общем, я не знаю. Пока у меня не будет хотя бы одной серьезной, настоящей, живой проблемы, я не верю в эти все опасности. Ну вот, я выступил в МВД, в университете МВД. Ну, они так немножко скептически. То есть главный полковник, он сказал, Алексей Владимирович, как красиво все, конечно, на бумаге у вас. Я говорю, а что в жизни? А в жизни, говорит, коррупционер, это человек, который просто, так сказать, уже попался на крючок. Вот он, так сказать, он влез в кучу долгов. Он построил уже не шикарный долг. Ему нужно рассчитываться за это. Он будет брать взятки, пока его не поставим. Это совершенно другая наука. Совершенно другая наука. Поэтому ваша модель, простите, к России не относится. В модели заложены правила, а люди действуют без правил, то понятно, что модель не сработает. Ну да, и это тоже. Мы не можем учесть всех действий человека в модели. Не можем предвидеть его пространство действий. Это очень важно понимать. Поэтому теория игр очень условно описывает реальность. А вы эту задачу вам кто-то нашли? Да, да, да. А, это был заказ, да? Да. Он не был денежным. Просто там знакомые у кого-то говорили, что хорошо бы решать такую задачу. Ну, я взял его как диссертацию. Это одна из главных диссертаций. Другие по другое. Ну и, в общем, я бы сказал так, что изучение математики и теории игр в плане дальнейшего использования при анализе социальных взаимодействий социальных явлений полезно, но преувеличивать роль не нужно. И только математику изучать нельзя, а вы ничего не будете понимать. Нужно и математику изучать, модели, и вникать в суд дела обязательно. Как все на самом деле устроено. Читать статьи содержательных экономистов. А лучше вообще ездить. Например, если вы анализируете конфликт, вы пишете модель конфликта. Пожалуйста, приезжайте в то место, где происходит... И такое тоже есть, модель конфликта. Конфликта должны предсказать. Есть люди, которые... Есть один ученый испанский, который там целое состояние сделан о том, что у него контора по предсказанию итогов войн и так далее. То есть есть статистики, да? На математике больше. Нет, да, математика тоже, теория игр. Ну, вот что тут важно. Тут важная часть, это поехать на место и специфику данного конфликта. Все конфликты разные. Как можно непредсказуемую вещь сделать? Донецкий конфликт. Грузино-Осетинский конфликт. Приднестровский. Все разные. Объясните мне, как можно непредсказуемую вещь прогнозировать? Можно, если вы поехали... Если я приехал на Донбасс, я три раза был с тех пор со временой войны на Донбассе. И я примерно, допустим, представляю, какие есть силовые группы, которые взаимодействуют. И после этого я могу написать модель математическую. Но до того, как я это прочувствовал... Когда уже конфликт развернулся? Да, нет, пока наука находится на стадии в этом месте совершенно инфантильной, предсказать конфликт. До того, как он возникнет, нельзя модель положить. Да, нет, нет. Историки могут, а телесико-кривики нет. То есть историки в этом смысле... Они какими-то мистическими данными. У меня один историк, он год назад сказал, Алексей, ну ты же понимаешь, что вся ваша математика, мы ее, конечно, не знаем, да, но вот она же не дает предсказания, кто победит на американских выборах, да, она, видишь, ваша математика, ваши все прогнозы, они говорят, что победит Хиллари Клинтон, да? Ну да, прогнозы говорят так, опросы и так далее. А я историк, я тебе говорю, что победит Трамп. Это точно абсолютно. Это когда был разговор? Это было в июле. То есть долго? Да, конечно, долго. Вот. И я запомнил его слова. Он, наверное, созванивался с администрацией Викторовича? Нет, просто он историк. И поэтому он так сказал. Он историк, он видел эти сюжеты в жизни, ничто не нового под луной. Все было. Он приводил какие-то там императора Тиверия или еще кого-то, я не помню. Мне кажется, что это все отговорки, что как раз именно вот это вот просто прямая связь и все? Да нет, нет. А для всех остальных этот разговор просто? Да нет, нет. Там действительно, чтобы предсказать, они же правда уходят и куда-то голосуют там где-то. Это же не то, что... Голосуют, да. Ну, в общем... Голосующих можно натравить. Да, можно. Да, можно. Ну вот, так сказать, общая историческая канвас, она для него была очевидна. А для меня непонятно абсолютно. А кто... Потом 10 лет вы стали заниматься уже вплотную теорией? Да. После РЭШ я начал заниматься теорией. В начале Кельдарской. Потом Докторской. Да, да, да. То есть Кельдарская это была не... Ну, она была... Нет, коррупция, да. Но это же теория. Да, это теория. Все теория. Вся математика. А кто ваш руководитель? Виктор Миревич Полторович. Это человек, который... Ну, настолько он всесторонний экономист, всесторонний, развитый, понимающий. И как бы... Он вне идеологии. Он говорит, не нужно мне никаких идеологических посылок. Ни тех, ни этих. Надо просто брать цифры, на них смотреть. Надо изучать ситуацию. Честно изучать ситуацию. Он меня как бы много раз учил, что вот... Так сказать, жизнь очень многогранна. Нужно попытаться вот все грани ее осмотреть со всех сторон. Он очень хороший экономист. Его там, на самом деле, и в Кремле пытаются слушать. Ну, это... Естественно... Понимаете, голос хороших экономистов тонет в сотнях голосов плохих экономистов. И... Внешне тоже... Извне человек не может различить. Отличить. Что вот это хороший экономист, это шерплатан. Поэтому... Кто понимает, тот... Ну, кто разбирается, да, тот понимает, что вот... Мой шеф, да, это настоящий экономист. Вот как происходит процесс... Или как... Как происходит и как должен происходить процесс выбора научного руководителя? У вас есть свое видение? Как было в вашем случае? Как вообще в среднем? У меня было несколько... И как это должно быть? Потому что... У меня... В начале я в математике был, да? Там я пошел к Алексею Игоревичу Бондалу. На Мехмате. А... Он занимался очень... Углубленной такой, настоящей математикой. Теория категорий. Алгематическая диаметрия. Я так за три года не смог догнать до этого уровня. И нам пришлось расстаться. Он сказал, что в аспирантуру меня не может идти. А может это не Стокольцкого, просто не в вашем управлении? Нет, нет, нет. Ваши? Ненужные. Это как бы... Это все как бы... Ваши? Совершенно ненужные отмазы. Я просто был ленив. Я это не изучил. И все. Вот. Значит, дальше я пошел в Рэш. Там у меня сложился свой руководитель. Вот Виктор Медович. Платерович. Это какой-то год был? Да. Так сказать, это был шестой год. 1996 год. Ну как? Я просто увидел, где достаточно сложно и достаточно интересно. Ну это период, кстати, когда разваливалась наука на самом дне, можно сказать. Уже первый грант какой-то пошел. То есть самое дно было в 22-м. Не все, наверное. Видно уже. Ну в общем... Совсем вот катастрофа была в 22-м и в 23-м. Она была всего два года, на самом деле. Потом постепенно началось шевеление. То есть... Когда... Говорят там... 90-е, да? Там страшные 90-е, да? Слова. Страшные были два года. В 22-м и в 23-м. Но в моей жизни. В 94-м уже начались какие-то гранты, какие-то, значит, возможности. Что-то в мире зашевелилось, несмотря на то, что еще как бы вектор общий такой вот российский к самостоятельности, как страны, он еще не был взят. Но уже началось какое-то шевеление, значит, внутри науки началось. Там было осознанно, что ну что за ерунда, ребят, в конце концов. И что-то пошло. Но очень медленно. Реально. Настоящий первый грант уже возник только в эпоху 2000-х. Это когда наш президент попросил олигархов создать фонд. Причем это вы говорите как в среде математики, в среде физиков. Это было, наверное, сдвинуто вперед. Ну ясно, да. И тянулось... В общем, знаменитый грант, большой олигархический грант. Был Мамут, Дерипаско и Абранович. Это когда президент поговорил с этими тремя людьми. И очень доходчиво им объяснил, что нужно немножко с наукой делиться. И они сделали, значит, вот этот фонд. И было тысяча победителей, я тоже вошел. Получили очень большие деньги. Да, но еще до этого были гранты западные. Это был наш первый грант. Российский, настоящий. Вот прям, который почва здесь вырос. Западные гранты начинали с 96-го года. Большие, тоже огромные. В 98-м я получил здоровенный грант консорциума многих западных этих самых фондов разных. В том числе и Сорса самого. Такой суммарный консорциум. Я это совершенно не скрываю. Получил и получил. Я к жизни отношусь не так. Мне не важно. Есть в жизни человека какие-то факты. Вот защита. Успех с квартирой в семье. Это и есть признаки того, на что нужно равняться. Ну, я не знаю. Я, честно говоря, мне кажется, что у каждого жизнь своя. И у человека запрограммировано, на что он идет. То есть у многих... Может быть даже запрограммирован, но человек может все равно быть успешным. Ну, может быть это как-то... Может наоборот, быть не запрограммированным и тоже быть успешным. Я человек верующий и мне кажется, что тут это как бы... Это вопрос Господу Бога. То есть это как бы то, что в жизни сложилось хорошо, это не наше слово слово. Ваше христианское видение? Вот. И я как бы к этому спокойно отношусь. Ну да, мне во многих случаях повезло. Я говорю, что Бог помог. Вот. Ну, конечно, я был нацелен на это. То есть я хотел, я верил, что я получил этот грант. Я подавал на него там, я работал. Ну, то есть это не то, что как бы... Как известно, ты делаешь шаг навстречу Богу, а Он тебе тысячу. А в решении математической задачи? То есть Вы с помощью? Да, откровение, да, откровение, конечно. А вообще у меня есть друг, он занимается настоящей математикой. Не такой, как я. А настоящей математикой. И он говорит, что настоящая математика – это разговор с Богом прямой. Вот у него такая формула есть, что математика – это разговор с Богом Богом. Когда сидишь, никто не отвлекает, ты задумался и входишь в контакт. Так что я как бы спокойно к этому всему отношусь. Что в любой момент это все может куда-то деться. Ну, жизнь на этой земле – это ничего не гарантированного человека, на самом деле. Сегодня есть, завтра есть. Все-таки к тому вопросу. Как все-таки выбирать? А, руководитель? Да. Ну, как-то у меня в жизни все складывалось само собой. Или как преемник, кто кого вообще выбирает? Руководитель выбирает человека. Руководитель человека выбирает? В математике или везде в науке? Не знаю. В математике, да. Скорее вы говорите, когда успешно. То есть, значит, эта инициатива принадлежала не вам, когда вы попали? Ну, скорее просто я сдавал экзамен, у меня были там результаты одни из лучших. Или там просто было несколько вариаций и как бы вот… Ну, я пошел к человеку, у которого мне на лекциях было интересно очень. Он меня взял. Да, он меня взял, он меня по результатам экзамену взял. Вот. Ну и дальше мы с ним занимались. Долго. Он меня ругал за то, что я езжу куда-то там, вместо того, чтобы сидеть и за два года писать диссертацию целиком. А я за шесть лет ее написал. Не понимал, зачем мне двадцать лет должен неприемно сидеть и что-то писать. Я хотел ездить. Автостоп. Два года ходить. Испасибы. Понимал, да. Я этого не понимал. Один раз мы уехали в 2000 году, но и отсутствовали так. В Москве я отсутствовал 49 дней подряд. У нас было таймерское путешествие, потом еще по Сибири немножко ездили. Представляете, да? Мне кажется, если вопрос ставить, а если бы вы не были таким, может, вы бы наоборот как раз и не решили. Когда человек отвлекается, и он сочетает в себе и отдых, и качественную работу, наверное, мне кажется, что это отдается. Возможно. Но скорее надо исходить просто из того, что я не поседаю. Я действительно не могу долго быть на одном месте. Мне очень нужно ездить. Я всегда мечтал ездить. У меня, видимо, есть немножко цыганской крови. Это вполне возможно. Если изучать, это не исключено. Типа одна, три, старая. Я не могу. Я на одном месте, вот я неделю сижу, все. У меня все в иголках. Я должен уже куда-то ехать. Процедура вообще должна быть выбора? То есть должно быть? Ничего не должно быть. Чтобы человек, например, сам выбирать или вообще так? Нет, все по-разному. Все по-разному. В смысле индивидуально? Я думаю, что ничего не должно быть как что-то единое. Я очень не люблю униформализации. Нет понятия правильная судьба, правильная жизнь, правильный выбор руководителя. Этого всего нет. У каждого в свой путь. В нашей религии нет никаких, типа, вы должны так жить. Есть заповеди? Да. Каждый человек сам бывает. Руководитель – это конкретная вещь. Ну да, да. Но это очень по-разному бывает. В моем случае это было так. А потом, после защиты кандидатской, я встретил еще одного человека, который в моей жизни сыграл очень важную роль. Его зовут Шлому Вебер. Но на самом деле он был Слава Вебер. И он жил в СССР. Его там в 72-м году, ну это такая тяжелая история. Да, ему пришлось именивировать. То есть, как бы, ну, не по-своей воле. И он вернулся в первый раз в 2000-м. И после этого он на Россию уже, ну там, надолго не покидал. Сейчас он просто живет в России и руководит Российской экономической школой, собственно. Электронэш. Вот. Но это был долгий путь. Мы с ним дружили с 2004-го года, с 3-го даже. И он говорит, Леша, я тебе покажу Америку. Я тебе привезу в Америку. Я тебе ее покажу. А я ему говорю, Шлому, я вам покажу Россию. Леша, это твое место в Америке. У тебя такие мозги, твое место в Америке. Я ему говорю, что ваше место в Москве. Прошло некоторое время, а я был прав. Я вернулся, и он вернулся вслед за мной через некоторое время. Теперь он в Москве. Он был руководителем моей докторской диссертации. То есть, он ставил мне задачи. Мы все вместе над ними работали, над многими из них. И даже мне пришлось писать там, это докторская, да? У меня все работы в соавторстве с ним. Все. Все по докторской. А руководители это как наставник? Наставник, да. И я не знал, что делать. Потому что докторскую должен человек защищать как бы самостоятельную. А у меня две статьи в соавторстве. И он писал бумагу в ВАК о том, что огромный вклад у Алексея в эти все результаты, да? Ну, то есть, чтобы мне можно было защищаться. Как я его выбрал? Ну, никак. Так вышло просто, чтобы мы познакомились. То есть, это все как бы, это как-то вот, это слышно все решается. Это невозможно никак организовать. Выбор научного руководителя это... Ну, понятно. А как вам удается быть ректором еще? А, я про ректорство. Я все никак не даю для этого. Ну, вот. Короче. Я работал, да, и потом я вернулся из Бельгии в российскую экономическую школу просто на постоянного профессора, Тиньер Трэпид называемый. Вообще, давайте вопрос такой глупый совсем. Ректор и директор есть разница? Да, есть. Ректор учебного заведения, а директор научного. Чисто формально. Директор института. Ну да. А ректор вуза всегда. Ну, функция у него управления. Конечно. То есть, в этом они схожи? Да, название разницы. А какой характер организации, это разница? Да. Мой опыт реакторства в университете Дмитрия Бонарского без проблем может быть применен. Я вполне готов, там, сдавить институт какой-нибудь. Теперь. После того, как я… С опытом вот таким. Да. То есть, это одно и то же. А там все формализуется? Нет. Просто… Нет. Этого я не сказал. Нет. Ну, просто ты начинаешь иметь опыт решения тех или иных жизненных задачек. Наработки? Да. В мозгу. Не на бумаге. Просто у тебя есть… Ну, психологические наработки. Психологические наработки. Да, правильно. Психологические наработки есть. И я сейчас вполне готов. Там, год назад я бы не готов был взять институт, если бы мне предложить. Сейчас вполне готов. То есть, я понимаю примерно, как происходит управление людьми. И это очень важный опыт в моей жизни. Но я совершенно случайно попал в Эктора. К чему я попал? Потому что… Вас тоже приглашали? Да. Вы подавались сами. Нет, нет, нет. Значит, в десятом году у меня возникла концепция правильного образования в экономике. Я уже к этому моменту понимал, что ни вышка, ни реш не дают полноценного… Вы только что говорили, что не может быть правильного понимать, прыгать. Ну, это правильное образование. Нет, правильное образование. То есть, правильного набора предметов. Такой идеальной программы, да. То есть, все-таки программы можно, правда? Ну, мне кажется, что у меня есть на руках программа, которая лучше, чем те, по которым учится выше, и у реш. Тем самым лучше всех вообще, потому что ничего лучше выше, и у реш в данный момент нет. И, соответственно, я предлагаю что-то, как я считаю, еще лучше. Но у нас нигде я это не мог объяснить. Учить физику. Лучше для процесса, лучше для студентов. Для студентов, чтобы они понимали лучшую социальную реальность, они должны кроме теории игр и математики, и мат-методов вот этих всех, учить физику. Все не понимают, зачем вы им физикой? Ну, стат физика, понимаете? Математика, она вся применяется в физике. Да, там частицы. Нет, а потом математика не важно. Нет, именно физический подход. Вот эти вот модели, которые типа эйзинга, спинного стекла. Есть отношения к реальности. Я плохо их знаю, но я чувствую, что это прямое отношение к реальности. Самое прямое. Что вот люди, которые ходят на выборы, это как бы некие манекулы, которые что-то делают. В экономике это всегда формулируется, как что человек ставит себе цель. Цель, ну то есть это игра все равно, цель. У него есть функция выигрыша. Но в физике это не всегда так. Иногда там пишутся функционалы на пространстве всех состояний одновременно. Всех людей. И я, ну там, хорошо видел, что наши модели из теории игр не работают в очень больших системах, когда очень много человек. Для всей страны, например. Макроэкономика не работает так. Ну и я говорю, вот она вот так должна работать. И тут появляется единомышленник Андрей Владимирович Леонидов, физик из ФИАН, там автор 500 работ, очень известный физик. И он говорит, да, говорит, Алексей, именно так. Мы с ним очень подружились, проработали эту программу вместе. И вдруг встретили Михаила Викторовича Паваляева. А было это так, в 2010 году я написал на очень большое число адресов письмо. Друзья, вот моя программа, я хочу, чтобы она пришла, ну если не на смену, то в дополнение существующая. Вы разослали спам. Да, всем моим друзьям. И в ответ приходит к всему от одного друга Леши Белянина. Он говорит, я знаю человека, вот мой друг из МИЭВ вышли, я знаю человека с деньгами, которые разделяют твои точки зрения. А у нас никаких денег. Никогда не было денег у меня. Ну я их сразу тратил, там либо квартиру куплю, там еще что-нибудь сделаю. Ну и вот он меня познакомил с Михаилом Викторовичем Паваляевым, который говорит, у меня есть идея классического университета. В университете должно изучаться все. Человек должен быть образованным, всесторонним. Я говорю, ну наверное, ты прав, но в моем случае я имею в виду, что для того, чтобы понимать экономику, нужно знать очень много дисциплин. Не просто для того, чтобы человек был развит всесторонним, а просто чтобы понимать суть. Он говорит, это не важно, на этом этапе это не важно. Я тебе предлагаю проводить университет. Ну я там еще несколько лет пропустил, там всяких переговоров, когда этот университет создавался. В конце концов он пришел и сказал, ты будешь ректором. Если ты не возражаешь. Я говорю, да нет, я в общем не возражаю, но у меня нет опыта такого вообще. У меня есть опыт руководства по ходам, классом в коле. Да и то не очень хороший опыт. Я забер до конца, я передал своему другу. Не могу сказать, чтобы я был успешным классным руководителем. У меня есть опыт руководства какими-то отдельными проектами, конференциями. Это большой. Я не уверен был, что я университет смогу нормально держать в руках. Кроме того, ректор, я сразу это отметил, ректор обычно ищет деньги. Это я не умею совсем. Ничего, говорит он. Ты можешь собрать преподавателей. Я говорю, вот это я могу. Значит, ты будешь ректором. Мне казалось, что эта роль должна называться научный руководитель вуза. Но у нас как-то вот нет работы научных руководителей. В России нет такого понятия. На Западе, кстати, есть. Я не имею очень право в данном случае. У вуза должен быть ректор, а научный руководитель. Ректор добывает деньги, а научный руководитель организует процесс. В этом смысле я, конечно, научный руководитель. Но вот у университета Дмитрия Пожарского нет научного руководителя, а есть ректор. Понятно. Ну вот. На самом деле просто Михаил Викторович играет роль настоящего ректора, хотя называется КТИК. Ну и вот я стал ректором. Я уже год ректор в этом пути. Математика должна быть гимназической для школьника. Она должна воспитывать мозг. У меня есть свой проект. Называется 100 уроков математики. У меня есть проект математики для гуманитариев. Вышла книга. Между прочим, я вам сейчас ее подарю. Большое спасибо. И у меня как бы есть для разных групп курсы. Для всех, в общем, я могу читать для любой аудитории. Просто это по-разному будет выглядеть. Да, вы действительно для разных аудиторий читаете. Ну и вот, так сказать, 100 уроков математики – это мое видение того, как она должна выглядеть для тех, кто хочет действительно понять в школе ее. И почувствовать неразрывную связь школьной математики с высшей. Сейчас эта связь очень разрывная. То есть с настоящей математикой. И я написал курс такой, как бы, на школьном уровне, но нормальной высшей математики. Там группы, кольца, поля, все как надо. Там изучаются конкретные примеры. Перестановки очень глубоко изучаются. Движение плоскости прямой. То есть изучается более-менее то же, что в УЗИ, но на уровне как бы одномерных, двумерных персонажей, где все просто и можно руками пощипать. Понятие стоимости денег. Вот из этой области. Значит, есть стоимость денег и стоимость информации о деньгах. Ну стоимость денег это номинал, а стоимость информации денег это сколько конкретный человек должен потратить денег для того, чтобы раздобыть информацию о конкретной сумме. То есть получается безразмерная величина. Есть такое понятие экономики? Я не знаю. А что-нибудь оно вам не напоминает? Вот, например, студент ищет подработку. Так. У нас есть куча сервисов. Да. Где можно через интернет найти, выполнить, например, разовую задачу. Так, хорошо. Ну, например, за задачу он может получить тысячу рублей. Теперь, что такое стоимость информации о деньгах? Этот студент в конкурентной среде обращается к этому сервису, где есть еще тысячи таких же студентов, которые ищут подработки, тоже имеют забить гвоздь. Они все обращаются к этому сервису, и сервис говорит, для того, чтобы выбрать ускоренно ту или иную задачу, вы должны мне доплатить. Да, это чистый аукцион. Ну, как и лукцион. И вот, значит, один студент для ускорения процесса платит 100 рублей, получает какое-то преимущество техническое. Ну да, да. Аукционер в очередях. Да. И с помощью этого как-то там продвигается, получает доступ, или больше у него выбора появляется. Вот. И может получиться так, что он на пути к тому, чтобы получить, скажем, телефон этого заказчика, прямой контакт, он должен потратить 100 рублей за вход, 100 рублей за это, 100 рублей за то, и в итоге должен заплатить не тысячу, а две тысячи рублей. Ну. Когда стоимость информации о деньгах повсеместно становится выше, чем сама информация. И в связи с этим успешными могут быть только люди, которые находят какие-то способы для того, чтобы информацию обрабатывать или получать какими-то косвыми накладными путями, сделать какие-то надстройки. Ну, хорошо. Я, честно говоря… Это экономическая проблема или нет? Я не думаю, что ее можно формально поставить. Неквантифицируемая ситуация. Ну, как бы, чтобы модель работала, нужно, чтобы были какие-то переменные, которые измерить как-то можно было. Я сейчас не ставлю задачи, я просто пытаюсь формулировать. Мне кажется, что это на уровне интуиции только может сейчас быть. Да, конечно, например, Warren Buffett, безусловно, добывая деньги в бирже, исходит из многих инсайдов наверняка просто. То есть он, так сказать, собирает инсайды. Вот стоимость, она повышается и больше единиц становится. Нет. У меня есть ощущение, что просто информации становится так много, что найти его разумного числа. Да. И стоимость из-за того, что ее много. Да. Ну, больше ничего не могу сказать. То есть информация становится в огромном объеме бессмысленной, и нужно выискивать среди нее нормального. Я про то же говорю. Когда она... Ну, тут большом модели никакой не напишешь. ...существует она бессмысленно, то затраты начинают превышать пользу, которую ты извлекаешь, даже если ты ставишь прямую целью. Ну, в общем, наверное, это в какой-то смысле есть, да. Но я не очень думал об этом. Ну, ладно. Я, конечно, видел это, да. Это происходит, да. Информация. Сегодня стоимость... Ну, как бы сегодня... Сегодня борьба идет не за добычу информации, а за борьбу с лишней информацией. Ну, как бы... За фильтрацию. Да, за фильтрацию. Да, правильно. То есть... Вопрос в том, как отфильтровать правильную информацию из огромного объема. Вот и все. Они ее недостатки. А математика играет какую-то роль? Пока, по-моему, нет. Я не вижу. А должна играть? Может играть? Не знаю. В том же смысле, что другие модели. Они, как бы, описывают реальность, вот там, модель биржи. Почему нет модели биржи? Ну, потому что, как только она есть, ею будут пользоваться, и она перестанет действовать. Ну, вот в этом же смысле, любая модель социальной реальности прекращает... Она некоторое время может действовать, потом прекратится свое действие, когда люди поймут ее. И начнут на нее реагировать. Люди, в отличие от молекул, они, как бы, у них есть обратная связь. Поэтому, я не верю в то, что это когда-то будет формализовано. На время, да. Ну, ладно. В общем. В общем. В общем. В общем. w Мы ж Saев. В общем. 這邊 надо дать вот так ли. И над Dingen тут два cylinder... В общем.